Бритоголовый Верзила поднялся на эстраду и вытащил увесистую пачку банкнот. И группы эти заказывают для себя там. А сейчас по заказу там омских ребят звучит песня такая-то. А таз там по заказу подольских ребят звучит песня такая-то. Публика недовольно зашумела. Ведь эту песню заказывали уже в десятый раз. И вдруг раздался дрохот стула. На эстраду резким шагом поднялся Абдулов и объявил. А сейчас для ребят из органов прозвучит песня «Наша служба и опасна, и трудна». Все поднимаются и уходят, оставляя на еду, у нас там даже не прикасаются. Ну а вечером подрезают, в смысле подрезают директора, но не убивают, а подрезают. Просто ты должен, чтобы знал свое место. Абдулов был далеко не единственным, кто нарывался на неприятности. Конфликты между братками и артистами Руденштейн разруливал, иногда даже рискуя собственной жизнью. Спокойно, господа. Вы окружены. Однажды он спас от изнасилования дочь знаменитого режиссера. Актриса Настя Чухрай во время игры в казино попалась на глаза местному авторитету. И тот сразу перешел в действие. Давай, красавица, постой со мной на удачу. Схватил Настю за талию вор в законе. Настя от такой наглости оторопела. Какой-то 50-летний потрепанный мужик хватает ее при всем честном народе. Что именно она сказала шпунту, я не слышал. Видимо, что-то не очень вежливое. И тут же получила удар. В казино повисла мертвая тишина. Артисты замерли, наблюдая, как Настя вытирает кровь с разбитого лица. Но ей на выручку уже несся Руденштейн. Ты знаешь, кого сейчас ударил? В ярости он набросился на шпунта с вопросом. Вор в законе развернулся к выходу, но мрачно пообещал продюсеру. Мы с тобой еще встретимся. Он готов был рискнуть жизнью. Марк просто вот влез в эту ситуацию и заставил его уйти, хотя его могли легко убить. От смерти Руденштейна спасло заступничество владельца казино. Главного сочинского авторитета. Тот знал, что гости кинотавра ежедневно оставляли за игорным столом бешеные деньги. Один лишь Абдулов за раз проигрывал несколько тысяч долларов. Он могло 30 тысяч долларов за час. И спустить 60. Он написал о звездах кино, которые его окружали. Абдулове, Яковском, Ермольника, Догилевой и так далее. Кто-то отнесся к этому с улыбкой, как Догилева. А для кого-то, конечно, эти строки стали оскорблением. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Нефтяные номера селили. А их других вообще-то не было нормальных. Тот-ти рок-музыкантов, я помню, отбирали. Обижались, конечно, но других номеров не было. Это гостиница «Жемчужина» и сейчас. В принципе, это ничего особенного. Но всё-таки её отремонтировали и превратили в более-не-менее престижную гостиницу. Поначалу это такой совочек был. Ой, Господи, глубокий совочек. Яглаславы строили, на самом деле. Это было в советские времена. Это последнее Ягласлава? В Ялте. Ягласлава. И «Жемчужина» – это проект «Яглаславский». Я знаю, но я просто помню «Жемчужина» начала 90-х. Но когда они открылись, это было что-то… Для ЦК. Это же было не только ЦК. Туда проход был. Я помню, у меня первый раз Мартемьянов, комсомольский секретарь сборной там советский. По спорту привёл выпить в бар. Что-то проход был такой, что я потом, когда посмотрел… А потом буквально через два года я пришёл в эту гостиницу договариваться насчёт проживания. Ну, фестиваль. Первое время, наверное, директор гостиницы что-то… Он закрывал пляж в семь часов. Граница. Враг не пройдёт. Да, враг. Но самое интересное. На первый год. Но на второй год, когда мы приехали, он меня пригласил. Говорит, я тебя вечером отведу. У нас там… Театр-ресторан. Я говорю, а что такое? И он меня привёл. Тихо. Там только четыре человека сидело в стриптизе. Московские девочки. Это секретарь горкома партии по идеологии был директор гостиницы «Жемчужины». Уже мой второй год он сломался, какой там границы уже всё было. Он не солгал там, но всегда ли уместна правда? Я нажил себе много врагов. Причём непростых врагов. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. И их сумасшедшие страсти. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова